Привет! Сейчас вы увидите и узнаете про 20 полезных, а порой и нужных инструментов для сварщиков разных направлений и с разным опытом работы, от новичка до профессионала. В описании будут разные скидочные промокоды, а в конце будет классный конкурс. Приятного просмотра! Зеркало для слепых зон. Сделано под аргону дуговую сварку. Штука очень интересная. Прикрепив зеркало к горелке, можно наблюдать за процессом сварки без маски. Для большего удобства в работе зеркало можно поворачивать в любое положение. Литая латунная клемма массы. Рассчитана для длительного и интенсивного использования на высоком сварочном токе до 300 ампер. Раскрытие обеспечивается мощной изолированной пружиной, соединяющей верхнюю и нижнюю ручки. Специфическая конструкция губок позволяет закрепить клемму на круглые и профильные трубы, причем за круглой формы губок обеспечивается стабильный контакт вне зависимости от их раскрытия. Зажим бабочка. Большинство мастеров могут сделать это приспособление самостоятельно, но зачем париться, если есть и так много работы? Проще заказать бабочку на алике, при том, что приходит сразу 8 таких штук и они еще и хорошего качества. Итак, допустим, у вас есть два куска металла, которые нужно ровно сварить стык в стык. Соединяете их такими зажимами и прихватываете, все просто. Когда металл уже никуда не убежит, снимаете и завариваете места их нахождения. Получится идеально. Педаль, которая используется для управления процессом аргонодуговой сварки. Модель попроще работает на включение-отключение сварочного тока, но есть педаль с потенциометром. За счет него возможна установка значения тока сварки. Во время работы максимальное значение тока сварки задается на панели управления сварочного аппарата, а минимальное значение на самой педали в процентах от максимального. В процессе работы сварщик может уменьшать или увеличить ток в заданном диапазоне. При этом регулировка будет плавной и не нужно будет выпускать из рук горелку и присадку. Кромкорез. При сварке толстого металла необходимо снимать кромки, чтобы можно было проварить корень шва. С болгаркой такая задача выполняется долго и муторно и получается не всегда ровно и красиво, но с помощью кромкореза можно выставить угол, потом провести и кромка готова и все, можно сваривать толстые детали. Инструмент для прихватки. Иногда прям ну незаменимое устройство при сварочных работах. В конструкцию включен магнит, о котором я расскажу вам позже, а также подпружиненный упор. Инструмент поможет слегка прихватить между собою свариваемые детали, когда руками неудобно подлезть и придержать. Упор регулируется по вылету винтом на основании. Высокоточный штангенциркуль. Есть трех размеров. Один, полтора и два дециметра. Им легко измерять диаметр отверстия, глубину и размер заготовки. Его покупают в основном те, кто не доверяет электронам. Здесь точность измерения до 0,01 миллиметра и не нужно никаких батареек. А сейчас как раз о том самомагните пойдет и речь, а точнее об устройстве из двух подвижных магнитов в основании, куда можно крепить дополнительные механизмы. Данный помощник может служить подставкой по трубу или другую свариваемую деталь. Используется также в качестве фиксатора листов для стыковой сварки, а также на нее можно крепить дополнительный упор для прихвата. Маска с подачей воздуха. Часто при сварке помещений вы дышите этим дымом, который ни разу неблагоприятно влияет на легкие и не полезен. А в такой специализированной маске воздух чистится через фильтр, размещенный сзади и выглядит это так. Стоит такая маска, конечно, дороговато, но лучше раз заплатить за такой фильтр, чем потом платить за лечение. И вообще на здоровье лучше не экономить. Полимерный двухкомпонентный клей или еще как его называют жидкая холодная сварка. Его применяют, когда, к примеру, металл нельзя нагревать. Такой метод сварки это единственное, что остается применять. Смешали состав из двух тюбиков и на очищенную обезжиренную поверхность наносим состав. Потом ждем, чтобы он засох и теперь ему не страшны удары молотком и разные другие внешние воздействия. Угловая струбцина. В эту струбцину можно установить деталь под углом в 90 градусов для последующей обработки, сварки, подгонки или соединения обрабатываемых деталей. Конструкция инструмента позволяет фиксировать детали как одинаковой, так и разной толщины. Зажимной винт с медным покрытием, что защищает от прилипания сварочных брызг его поверхности. Тиски имеют пазы в основании для крепления к столу или верстаку. Кислородно-ацетиленовая горелка. Инструмент, который используют для локального высокотемпературного нагрева, сварки, пайки и резки металла с использованием ацетиленов в качестве горючего газа. Регулировка мощности пламени осуществляется сменой одного из компонентных наконечников, а качество пламени регулируется вентилями подачи кислорода и ацетилена. Горелка позволяет достичь очень высоких температур, а для безопасной работы ее необходимо правильно подключить и настроить. Новая магнитная масса, которая отличается от обычной тем, что контакт проходит через медную шпильку, а не магнит. В этой конструкции магнит служит лишь креплением к металлу. Высоту шпильки можно регулировать в зависимости от профиля поверхности. На выбор есть шпильки с одним магнитом, двумя или просто с клеммой для кабеля. Аппарат для точечной сварки. Он имеет миниатюрные размеры и встроенную батарейку и подключается посредством USB. Устройство используется для крепления пластин до 0,15 мм к аккумуляторным батареям и не и сваривает очень даже неплохо. А вот и сами стальные полоски, покрытые никелем. Они применяются для соединения аккумуляторов между собой. Есть толщиной от 0,1 до 0,15 мм. Газовая горелка. Хоть метод газовой сварки давно не популярен, но, например, варить так медь намного проще, ведь она легко плавится. Есть возможность выбора соплей для пропана и ацетиленовые сопли. Как известно, кислородно-ацетиленовая смесь наиболее популярна, ведь температура пламени там 3100 градусов Цельсия, а это значит можно варить любой металл. Угольные электроды. Бывают разных размеров и форм, но помните, что варить графитом без присадки очень плохо, будет много пор. В основном же им режут или сваривают металл, а еще электроды могут заменить резак, если много резать не нужно. Сварочный пистолет для пластмассы. Вместе электрода в нем используется металлическая проволока разных форм. Пользоваться пистолетом очень легко. Два конца проволоки вставляется в сварочные дула, проволока нагревается и легко вплавляется в пластик. Таким методом можно починить, например, бампер автомобиля или другую деталь из пластика. Пистолет для пескоструя. Если нужно зачистить какую-то деталь от легкой ржавчины, то подойдет и обычный ерш на болгарку, но если деталь тонкая и к ней тяжело подлезть, то без пескоструя вам не обойтись. Я лично тестировал этот инструмент и чистит он хорошо, только на большие детали типа колес уйдет немало времени. А вот для мелочи самое то. Для хорошей работы пистолета вам нужен компрессор и просеянный песок. Можно использовать кварцевый, если он есть у вас. А также помните про безопасность в виде респиратора и очков, а то песок летит куда попало после очистки. Аккумуляторная УШМ. Инструмент вроде не для сварки, а все же используется часто при сварочных работах для зачистки и подготовки области сваривания. А на аккумуляторе именно потому, что это просто-напросто удобнее, когда у вас под ногами лишние провода не путаются. Хватит уже тех, что от сварочного. На обзоре была у меня эта УШМ. Хорошо собрано. Подходят аккумуляторы от Макиты. Или можно заказать аккумы сразу на Али вместе с зарядным устройством. Тоже можно кстати брать. Я товарищу заказывал эти аккумы с зарядным, он доволен. Ссылки на все это я оставил в описании. А вот и конкурс. Приз 300 рублей на вебмани или на телефон. Условия простые. Нужно быть подписанным на этот канал, поставить лайк на видео, по возможности поделиться в любой соцсети с друзьями этим роликом. И обязательно написать в комментариях, какие инструменты у вас есть и нужен вообще вам сварочный аппарат в вашей работе или хобби. Приз я разыграю как только наберется на видео 600 лайков, так что смелее жмите и вы. Спасибо вам за просмотр и скоро увидимся. Пока-пока.